Армения 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 Генерал опасается, и вообще-то тактично, и потому избегая слова, боится, к чему обижать такого пожилого человека. Генералу очень хочется нас стукнуть, по-моему, в нашей адресе только что прозвучала угроза, и оставлять это без ответа, неразумно и неправильно, потому что это может вызвать у врага чувство безнаказанности, а это совершенно недопустимо. Один умный человек в советское время задал на постсобрание такой вопрос, почему мы глушим западные радиопередачи, а не наоборот, ставят правильные вопросы, это уже наука. Правильно поставленный вопрос должен звучать так, почему так мало уничтоженных и искалеченных земворов, почему генерал Аганян нахально говорит о щечках, а не смиренно вспоминает о пеньках, почему ОБСЕ, Совет Европы и Парламентская Ассамблея Совета Европы не забывают в инфразвуковом диапазоне, что мы делаем не так, что мы делаем в недостаточной степени, почему Джермук до сих пор еще не истесут, не пора ли увеличить плотность огневого воздействия и количество снарядов на квадратный километр. Я, конечно, допускаю, что всему свое время, но хотелось бы, чтобы оно пришло побыстрее. У соседушек и их покровителей, а также у их должностных лиц должен выработаться рефлекс, ляпнуть что-то антиадербайджанское. Заминусовали несколько земворов. Согрешил, не покаявшись, забор в Яраблуре стал намного длиннее. Реакция вооруженных сил Азербайджана как мерила всех вещей. Перефразирую недавнее высказывание своего приятеля, умнейшего человека, который говорил, что нельзя, чтобы наша восточная отходчивость переросла в совершенно неуместное попустительство. А если уж на чистоту, то генерал, каким бы он ни был, даже выпившим прапорщиком, укравшим офицерскую фуражку, должен понимать элементарные вещи. Не все, что находится в распоряжении нашей армии, мы показываем на учениях. Совсем не все, чем владеем, и уж точно не все, что умеем. Это вообще целое искусство. Специально обученные люди учат других людей, как маскировки, так и умение занижить количественный и качественный состав своей армии, чтобы враг расслабился. При этом твоя разведка должна предоставить результат анализа, декларируемое количество и качество военной техники и личного состава противника, как у врага дела на самом деле. Когда ты близко, кажись далеким. Когда ты сильный, кажись слабым. Для этого даже не нужно получать военного образования. Срочной службы в армии вполне достаточно. Ну и, наконец, художественное отступление. Мысли вслух. Я очень люблю роман Ильчина Эфендиева «Смертный приговор», где, говорится, НКВД был страшнее чумы. И с эпидемией чумы в Гадруте могла справиться только такая сила. Город Гадрут теперь наш. Но чумные бацилы все еще жизнеспособны. Этой информации более чем достаточно. И если это понимаю я, это тем более понимает и в нашем Министерстве обороны. А поэтому давайте побольше учений, хороших и разных. По храмому Сейрану Аганяну мой добрый совет. Не пытайтесь щелкать, а то щелкалку оторвем.